Добрый вечер, 21.05 в Москве. Программа «Археология» продолжает внимательно отслеживать новостную ленту дня. И вы знаете, вот не могу начать нашу программу без того, чтобы не поделиться новостью, которая, ну как вам сказать, уровень абсурда и смехотворности, он уже, мы кажется, оставили далеко за флагом и Гоголя, и Салтыкова-Щедрина, уже остались за флагом и Пелевин, и Хармс. В общем, я думаю, то, что вы уже видели, как известил нас ФСБ, за лесными пожарами стоят исламские террористы. В общем, видимо, это не летняя жара, не поджоги какие-то, а вот именно исламские террористы поджигают леса, и найдены соответствующие инструкции на сайте Аль-Каиды. Я, конечно, не мог пройти мимо такой новости в своем Фейсбуке, в Твиттере тоже написал, что, видимо, я не знаю, вот траву у нас по весне палят, видно, тоже исламские террористы. Кнопки в лифте, наверное, подожгли исламские террористы. Там, не знаю, бутылки битые в парке раскидали, тоже, наверное, исламские террористы. В общем, исламский терроризм повсюду, как просто теперь стало жить. Ну и, вы знаете, продолжая в этом жанре живого комментария, собственно, несколько новостей из последних трех дней. В понедельник Тверской районный суд признал невинность мусульман экстремистским фильмом. Он запрещен будет к распространению в Российской Федерации. В пятницу, как вы все помните, был у нас такой эпизод, как стрельба дагестанской свадьбы на Тверской улице. И, кстати, не только на Тверской, это происходило и на Садовой Сухаревской. Я видел другую совершенно свадьбу, не знаю, дагестанская или, но, очевидно, совершенно кавказская была. Вот, я уже в одном нашем эфире в понедельник говорил тоже, я чудно как-то, ну, не попал под обстрел. Стреляли, видно, холостыми и в воздух, но тем не менее. Еще из новостей — нападение исламских фундаменталистов на эротический музей .g на Арбате. Три человека-промоутеры этого музея стояли на улице, к ним, как выясняется, подошли бородатые люди и избили их, сказав, что это несовместимо с принципами Корана. И, вы знаете, за всеми вот этими вот новостями скрылась еще одна, мне кажется, самая знаковая. А именно закрыто было дело адвоката Дагира Хасавова. Если кто помнит, летом он выступал в том смысле, что должны быть шариатские суды. На телевидении, где-то, по-моему, на ТВ-центре он выступил, вот я сейчас цитирую из него, «Мы будем устанавливать правила, которые нас устраивают, хотите вы этого или нет. Любые попытки изменить это обольются кровью». И вот сейчас, буквально в эти дни, суд решил, что это высказывание вырвано из контекста, нету состава преступления, и уголовное дело было закрыто по вот этим высказываниям. Ну вот смотрите, столько разных новостей. Но если пытаться подвести некую черту под ними, некий общий знаменатель, то ислам совершенно явным образом входит в нашу жизнь, в наши ежедневные дискуссии, в публичное пространство города. То есть речь идет о том, как мы себя ведем на улицах, следует ли большой части наших горожан одеваться согласно исламскому дресс-коду, можно ли, скажем, иметь нам на Арбате музей эротики и так далее. В общем, я хочу поговорить на тему под названием «Москва мусульманская». Но вы знаете, если бы это еще лет пять звучало как некая такая интересная антропологическая тема, то сейчас это вполне политическая тема, которая звучит скорее в смысле «Наступает ли исламский фундаментализм?» «Может ли ислам диктовать некие правила поведения в нашем городском общежитии?» И я хочу поговорить об этом с нашими сегодняшними гостями. Это востоковеды Леонид Рудольфович Сюкияйнен, профессор Высшей школы экономики. Добрый вечер. Здравствуйте. И Ренат Ирикович Биккин, заведующий кафедрой регионоведения и исламоведения Казанского федерального университета. Здравствуйте. Добрый вечер. Ну, вы знаете, я хочу сначала спросить ваше отношение к самой такой, наверное, обсуждаемой теме последних дней. Это фильм «Невинность мусульман». Ваше отношение к запрету этого фильма, к признанию его экстремистским. Вы согласны с этим решением Тверского суда? Ну, если бы мне такой вопрос адресовали, то я бы склонился к тому, что такое решение обосновано. Вне зависимости от того, что вот уже было принято решение предпринять какие-то меры, чтобы исключить возможность демонстрации этого фильма. Я, как исследователь, конечно, в своем ноутбуке имею этот фильм, несомненно. Я предпочитаю говорить о том, что я видел и знаю. Фильм вообще, я думаю, те, кто не посмотрел, я нисколько, в общем-то, не рекомендую его смотреть, потому что я залез, я посмотрел фильм ужасен с чисто эстетической точки зрения. Я сейчас не хочу свое мнение высказывать по поводу, так сказать, закономерности или нет, но это просто чудовищное по своему качеству видео, снятое за какие-то, по-моему, гроши где-то на квартире съемной. Я согласен с вами относительно содержания этого фильма, я также не склонен рекомендовать его смотреть, но если уж мы обсуждаем на экспертном уровне, то надо знать, о чем мы говорим. Так вот, в этом фильме действительно есть сюжеты, высказывания, пассажи, которые могут расцениваться как экстремистские в соответствии с российским законодательством, в соответствии с законом противодействия экстремистской деятельности. Я не знаком с тем обоснованием судебного решения, которое привело вот к такому окончательному решению суда, и к тому же не знаю, на чем оно было основано. Очевидно, должны были какие-то быть экспертные оценки, потому что ведь просто так назвать фильм или в любое другое какое-то там печатное издание, или видео, или фильм экстремистским, надо иметь какие-то определенные основания. Кстати, было бы, с точки зрения специальной правовой, интересно посмотреть, на чем основано это решение. Почему это важно? Да потому что в списке экстремистских материалов, который помещен на сайте Министерства юстиции, сотни, даже тысячи материалов. Трудно даже успевать следить. Я помню, у меня материалы есть лет 1500 примерно, ну, может, мы бы сейчас говорим с вами, и туда еще добавляются. Так вот, отвечая на ваш вопрос, я скажу, что да, я согласен с тем, что этот фильм может расцениваться как экстремистский, со всеми вытекающими последствиями, предусмотренными российским законодательством. Хотя сама проблема принятия решений, включения в этот список материалов религиозного содержания на том основании, что они являются экстремистскими, а не будем забывать, что очень большое число материалов, может быть, даже больше половины касаются ислама, очень много есть вопросов вокруг этого, на каком основании принимаются эти решения. Но в отношении этого фильма, я думаю, что решение корректно. Понятно. Ренат, ваше точка зрения, вот это решение, оно как-то повлияет на отношение ислама и российского общества? Вы имеете в виду мусульман России с государством, да, условно говоря? Да, даже не с государством, а именно с обществом. Потому что, вы понимаете, ну вот, скажем, я не знаю, интересно, что Владимир Лукин собирается опротестовывать это решение, что каким бы, в общем-то, ну, то же самое, что с Пусси Райт, каким бы, собственно, эстетически непрезентабельным это все не выглядело, это некое право на высказывание, это некое право на свободу слова. Думаю, что ничего это не испортит, конечно, этот фильм. Я, кстати, тоже отвечаю вот на первый ваш вопрос, конечно же, за то, чтобы запретить его, и как мусульманин, и как исследователь, то есть в двух ипостасях пришлось, к сожалению, действительно посмотреть вот этот трейлер. Да, неприятное, конечно, эстетическое, прежде всего, точки зрения, впечатление производит. А что касается общества, я вот, наблюдая реакцию моих знакомых, мусульман, конечно, в основном это интеллектуалы, образованные люди, большинство из них просто не смотрели этот фильм принципиально и говорили, что, ну, не хотят портить себе настроение. Вот, и по большому счету, я знаю, что действительно очень многие люди просто как бы не обращали внимания на этот фильм, то есть продолжали жить, заниматься своими делами, поэтому сильного какого-то вот всплеска, наверное, вряд ли стоит ожидать со стороны мусульман, какой-то вот такой негативной реакции, и предыдущие случаи, там, исламофобия, они тоже демонстрировали такое более-менее толерантное отношение. Ну, хорошо, смотрите, но не открывается ли здесь некий ящик Пандоры, вот, ну, то же самое, что с тем законодательством, которое сейчас принимается по оскорблению чувств, что, собственно, очень большое количество, хорошо, это не образец высокой культуры этот фильм, но вот, скажем, взять, есть такой известный фильм «Монти Пайтон. Жизнь Брайана», где в очень пародийном и абсолютно, так скажем, с точки зрения правоверного христианина ключе показана жизнь Иисуса. Иисус — это некий, так сказать, еврейский неудачник под именем Брайан, и это классика «Монти Пайтон». На этом, собственно, воспитаны поколения британских зрителей, на этой такой очень, такой антирелигиозный, невероятно острый английский, остром английском юморе. Вот, не откроется ли здесь возможность, что всюду, понимаете, ну, вот, даже наша передача, может быть, раз, так сказать, кто-нибудь рассмотрит, как мы сейчас то, что вообще это обсуждаем, чьи-то чувства оскорбляют. Вы понимаете, я попробую порассуждать по этой проблеме. Ну, во-первых, хотел бы сказать, что я в целом согласен с Ренатом, который сказал, что вряд ли конкретно этот фильм что-нибудь нового добавит, но уж точно он не внесет свой вклад для того, чтобы более спокойно вести диалог и искать развязки некого напряженности и противостояния между российским мусульманским сообществом и российским обществом в целом. Потому что, ну, давайте говорить прямым текстом, отношение определенного негативного отношения, настороженного отношения к исламу, конечно же, существует. Элементы исламофобии, безусловно, есть. И это не просто элементы, а довольно явные знаки. И подобного рода фильм, он не снимает вот это такое какое-то ощущение противостояния двух различных культур, мировоззрения, менталитетов, а наоборот добавляет к этому еще что-то. Понимаете, к сожалению, очень мало материалов, хороших фильмов, каких-то других, которые показывали бы другую сторону, настраивали совсем на другие ощущения и чувства. Я ведь, когда сказал, что я посмотрел этот фильм в интернете, а потом к себе в компьютер перенес, я ведь там видел и отклики на эту тему. Отклики. Посмотрите, какие. Они реальные. А отклики, да, но ведь это же реальные люди, они выражают, конечно же, не общее, не полное общественное мнение. В России оно очень разнообразное, очень плюралистичное взгляды на этого. Ну, такая точка зрения, безусловно, есть. И поэтому, вот так. Что консается того вопроса, который вы задали, он выводит нас на некоторые очень сложные теоретические проблемы. Различия просто культур социально-нормативных. Ведь подобного рода вещи, которые вызывали такую острую реакцию мусульманского сообщества, были и раньше, прежде всего, в Европе. Ну, помните датские карикатуры, которые были. Правильно. Было законодательство во Франции о запрете ношения религиозных символов в школах. Затем было и Берегисии, и закона о запрете никабов и так далее, и так далее. Потом во Франции аналогично. Были референдумы относительными наретов в Швейцарии. И ряд других вещей были, понимаете. И они высветили очень многие вещи. Европейский интеллектуал и европейское сообщество в целом недумевает, о чем идет речь. Что, свобода слова разве не ценность? Может быть, самая первая ценность в ряду прав и свобод человека. Мусульманское сообщество отличается другой социально-нормативной культурой в этом этаже. Столкнулись разные мировоззрения. И в Европе религия – это частное дело, прежде всего, приватизация религии. И в соотношении, когда сталкиваются между собой правовые какие-то нормы, приоритеты и религиозные, то правовые господствуют. Ну, хорошо, мы знаем, что, наверное, моногамные браки явно не поддерживаются ни католической церкви. Правильно. Однако они существуют в католических странах, признаны. Понимаете? При столкновении правовых регуляторов и религиозных правовые главенствуют. В каких католических странах признаны? В Португалии. В полигамные браки? Да. То есть там разрешено многоженство. Не полигамные браки, простите. Я имею в виду гомосексуальные браки. А, однополые. Однополые браки. Я оговорился. Однополые браки признаны. Понимаете? Религиозное сознание не принимает правовые нормы главенствовать. А в мусульманском мире правовые нормы имеют определенные религиозные ограничители. Понимаете? Вот соотношение этих двух культур часто вызывает, при отсутствии нормально построенного диалога и попытки решить эти проблемы нормальным, спокойным образом, когда каждый из сторон этого конфликта предпочитает обращать упреки другой стороне, а не задавать вопрос самой себе, что нужно делать, приводит к такого рода обострению отношений. Ренат, вот вы здесь видите противоречие, потому что Алина Трудольфович назвал много проблем. Но все они действительно сводятся к одной, что кто имеет права на публичную сферу? Это некий закон, который универсальный, гражданское право, которое нам всем руководствуется? Или, скажем, ислам, выходя в публичную сферу, имеет тоже свои претензии на это, на то, как, скажем, я не знаю, женщины должны одеваться на улицах? Ну, прежде всего, я хотел ремарку небольшую вставить, что мусульмане и были тому примеры, негативно реагировали и не только на оскорбление, собственно говоря, пророка Мухаммеда, но и пророка Иса, то есть Иисуса Христа. И поэтому в этом смысле как раз реакция была болезненной и в таких случаях. То есть, вот вы привозили пример, да, вот, скажем так, вот фильмы, где иудейская версия Христа. То есть, в принципе, были случаи, когда мусульмане достаточно активно возмущались по поводу, скажем так, каких-то фильмов или там действий, которые унижали Христа. Вот, а что касается вот вашего вот этого вопроса, то, ну, сложно сказать, наверное, все-таки, как тут... Вот, действительно, проблема имеет очень много плоскостей, наверное, все-таки мусульмане, как налогоплательщики, если вот, скажем так, оперировать либеральными понятиями, они также имеют право на то, чтобы их точка зрения была доведена до общества и также имеют право на то, чтобы, скажем так, их ценности уважались этим обществом. Поэтому вот с этой точки зрения, то есть, нужно просто мыслить категориями этого общества, в котором они живут. То есть, защищать свои права не, скажем так, с оружием в руках, а действительно использовать, там, если это эффективная, там, судебная система, защищать ее в суде и так далее. То есть, для этого есть все механизмы и другое дело, что не всегда у мусульман есть для этого ресурсы, там, финансовые, там, интеллектуальные, но это было бы здорово. И вообще, вот я давно уже говорю о том, что мусульманам нужно брать пример в том смысле с евреев, с иудеев, которые создали вот именно вот эту систему эффективной защиты, когда, в принципе, люди, ну, лишний раз вот подумают, прежде чем сказать. Которая была создана, не дай бог, чтобы, да, чтобы кто-либо прошел еврейский опыт, да, эти тысячелетия гонений и холокост. Вот в четках у нас в журнале, даже я в свое время писал статью, она вызвала тоже такую неоднозначную реакцию, нужен ли мусульманам свой холокост. То есть, речь шла о юбилее событий в Сребренице, то есть, в принципе, вот, что это действительно было событие такое очень печальное, грустное. Ну да, геноцид мусульман в Боснии. И вот мусульмане вот как бы могут использовать это, и в основном вот как бы вот реакция вот знакомых мусульман, с которыми я говорил и так далее, конечно, была, что не нужно ни в коем случае делать вот этот проект холокоста там мусульманам, чтобы вызвать на себя, наоборот, огонь критики, что лучше жить, как жили, и все. Да, действительно, нужен ли мусульманам свой холокост. И, вы знаете, прежде чем мы сейчас мы идем на паузу, я хотел бы вот как заострить вопрос. Мы все время говорим вот с точки зрения либеральной толерантности о том, что вот да, мы нетолерантны, мы нарушаем права какого-то национального, какого-то этнического, религиозного меньшинства. А что, если перевернуть столы и сказать, что какое-то одно, одна группа предъявляет некие особые права и особые чувства свои на нашу общую публичную сферу? Так что давайте об этом подумаем и уйдем на небольшой перерыв. Добрый вечер, программа «Археология» в студии Сергей Медведев. Сегодня говорим с нашими гостями исламоведами, востоковедами Леонид Рудольфович Сюкианин из Высшей школы экономики и Ринат Эрикович Беккин из Казанского федерального университета. Говорим мы об исламе и, собственно, о чувствах. Давайте поговорим о чувствах. Вот сейчас у нас Госдума принимает закон об оскорблении чувств верующих. Ну, мне такое ощущение, что, во-первых, верующие вообще выделены в какую-то особую категорию граждан, которая требует особого уважения к собственным чувствам. Да, никто не говорит о чувствах атеистов или, скажем, об эстетических чувствах. Вот, например, мое эстетическое читье раздражают рекламы МТС с Николаем Валуевым. Я уже много недель езжу по городу и вынужден наблюдать эту, ну, совершенно ужасающую какую-то серию. По улицам слона водили. Вот, такую какую-то грубо антропологическую рекламу. Вот, вот мои чувства оскорблены. Какой закон защитит мои чувства? Вот, так к вопросу об исламе, о мусульманах. Не получается ли так, что чувства мусульман какие-то более чувствительные, что ли, чем чувства других групп населения? Рассуждать на эту тему, то надо вернуться, по крайней мере, я так размышляю. Нужно вернуться вот к тому тезису, который я уже высказал. Своеобразная социально-нормативная культура. В Европе в той или иной степени произошло отделение религиозного от мирского. Полностью или нет. У протестантов подальше прошло, у католиков не так далеко, у православных еще меньше. Но все равно все-таки отделяются эти два мира. А в исламе такого разделения в полном смысле окончательного не произошло. Они не очень привыкли воспринимать, не потому что они никакие-то неразвитые, а потому что такая культура, что есть религиозная составляющая, а есть мирская составляющая. Что касается России, то мы по конституции светское государство. Но мы до сих пор не знаем, что это такое точно. Мы не накопили достаточного опыта ведения дискуссии в рамках светского государства, разделения свободы слова и каких-то иных вещей. Что такое оскорбление религиозных чувств и другое. Понимаете, я отвечаю на ваш вопрос, который вы до небольшой паузы сформулировали. Могут ли мусульмане высказывать свои мнения? Конечно, могут. Как и не мусульмане могут. Мусульмане могут возмущаться музеями эротического, какими-то эротическими музеями. Почему? Кстати, не только они возмущаются, могут возмущаться и другие. Пожалуйста, никаких проблем нет. Речь идет не о высказывании своих каких-то оценок, а речь идет о таких действиях, которых нарушают права и свободы других лиц. Ну, в частности, как вы сказали, там подбирали рукоприкладство. С их стороны было в отношении организаторов. Ну да, смотрите, эротический музей. Это разные вещи. Колизи, ведь они же не ходят в эротический музей. Эротический музей, нравится нам или нет, он составляет часть некой нашей публичной сферы. Часть культурного достояния города. И, понимаете, те люди, которые этим культурным феноменом не пользуются, они, тем не менее, заявляют, что вот его не должно быть. И, тем самым, они претендуют на нашу общую культурную сферу. И христиан, и мусульман, и неверующих. Сергей. Ренат, да, вот как вы считаете, вот в этом вот эпизоде? Может быть, прежде чем Ренат ответит, я закончу свою фразу. Да почему нельзя высказывать свою точку зрения? Да высказывайте, пожалуйста. Кому-то нравится, кому-то нет. Я могу высказывать свою точку зрения относительно однополых браков, гемосексуалов и так далее. Могу высказывать свою точку зрения? Да, пожалуйста, кто за, кто против? Давайте спорить, давайте дискутировать. Какие проблемы? Я не вижу здесь никаких проблем. Речь идет не о том, что есть запретные темы для обсуждения, а речь идет о конкретных действиях или бездействиях, которые нарушают права и свободы других людей. Вот о чем идет речь. Согласен. Ну тогда я шире, шире Ренату поставлю вопрос. Ислам и публичное пространство. Я вижу здесь некое противоречие. Ислам, как в общем и христианство, обладает некой претензией на тотальность. Это некое тотальное мироощущение. Верующий человек не может сказать, что я являюсь мусульманином только в моем квартале, в моей квартире, с моими единоверцами. Нет, он же выходит в метро, он такой же верующий. Он также несет в себе взгляд шариата. Он также несет в себе свою особую культуру. Вот скажем, он видит женщин, которые одеты неподобающим образом. Он видит какие-то признаки поведения, неуважения к священному, неуважения к старикам. И вот так получается, что, собственно, религиозные принципы, они выходят в общее публичное пространство. Да, к исламу это действительно относится в большей степени, чем к христианству, потому что для большинства, к сожалению, христиан современных, религия заканчивается за стенами церкви. Когда он выходит из церкви, он уже начинает жить совершенно по-другому. У него такое ощущение, что просто как вот человек меняется просто абсолютно. А для мусульманина действительно этой перемены не происходит. И когда он выходит из мечети, он продолжает как бы, он не снимает маску. И для большинства действительно верующих жизнь продолжается. И образ, что называется, в том же образе он выходит и идет по улицам, и ведет свою повседневную жизнь. И касается этой экономической сферы, и любой другой сферы. Но, с другой стороны, может быть, не совсем справедливо рассматривать всех мусульман как единое целое, так же, как и других верующих. Потому что, действительно, вот если ваш пример с эротическим музеем, я думаю, что многие бы и православные христиане поддержали, и представители других конфессий. Вот, ну, может быть, не агрессивные действия, а вот сам факт, что этот музей нужно закрыть, они бы наверняка поддержали. С другой стороны, для тех же, например, мусульман, тоже есть какой-то вот болевой предел. Кому-то может возмущать и раздражать эротический музей, а на меня, например, вот может раздражать, вернее, не раздражать, а удручать, когда я вижу вот бедных там иммигрантов, этажиков. Я считаю, что, например, вот когда бедные мусульмане, они наоборот, вот, что называется, очень сильно, это бьет по исламу, это и по имиджу ислама, что вот у него есть верующие люди, которые там бедны, у которых там нет средств, и это тоже наносит, может быть, более сильный ущерб, чем какие-то там дурацкие пропагандистские фильмы и так далее. И что вот, скажем так, мусульмане не помогают своим братьям, там материально не поддерживают их. Опять же здесь вот приведу, наверное, в пример, опять же, иудеев, да, которые в этом смысле, поскольку каждый еврей несет на себе имя Бога, они стараются поддерживать людей, чтобы они не столько, может быть, из таких филантропических соображений, сколько вот, что называется, чтобы не позорили нацию, как в известном фильме, да, то есть вот так вот. Вы знаете, я хочу сейчас поставить вопрос, задать вопрос нашим слушателям. Телефон наш 6510996, код Москвы 495. Как вы считаете, угрожает ли Москве наступление ислама? То есть, понимаете, я еще раз хочу сказать, что здесь мы много лет говорили и продолжаем говорить с точки зрения нашего либерального такого миропонимания о том, что мы должны уважать чувства всех групп, этнических, религиозных и прочих. Но что происходит, когда эти группы, будь то христиане или в данном случае ислам, начинают заявлять свои права на наше общее публичное пространство? Итак, угрожает ли Москве наступление ислама? 6510996. Ну, в целом, вообще, возможно ли в исламе это разграничение, что он может быть вот частным делом, вот как вы говорите, для христиан, что он, скажем, будет заканчиваться вот за стенами мечети или своей семьи, где провели? Ну, такое имеет место, потому что, ну, среди, скажем так, образованных людей, среди, ну, скажем так, есть у нас деление на этнических и практикующих, но оно такое достаточно условное. Все-таки здесь большую роль играет именно уровень образования, уровень культуры, возможностей человека. То есть здесь, конечно же, для меня, например, конечно же, религия является частным делом человека, и, наверное, скажем так, вопрос, кто поверен, я на него отвечу, но буду чувствовать себя некомфортно, не потому что я стесняюсь этого, ну, потому что считаю, что это, наверное, вопрос из той же серии, как кто вы по национальности и так далее. Вот, хотя стесняться здесь нечего, но просто вот немножко такой вопрос, ввергающий в некоторое такое вот смущение. Вот, но тем не менее, действительно, нужно вот все-таки, вы задали вот вопрос слушателям, все-таки нужно отметить, что мусульмане действительно являются коренными жителями, да, России, потому что у нас вот самый главный обывательский миф, что мусульмане это что-то приезжие, это вот люди какие-то, откуда непонятно откуда, на самом деле коренные жители, и напоминаю, что официально, так сказать, ислам на территории России был принят гораздо раньше, чем православие, то есть на несколько десятилетий это Волжская Булгария, вот, и поэтому, в принципе, это... Такая же традиционная, такая же традиционная религия. — Хотел бы я несколько слов сказать по этому вопросу. Понимаете, самая важная черта ислама, понимание которой позволяет лучше разбираться в этих проблемах непростых, что религиозное и светское, секулярное, находится внутри самого ислама. Вот о чем идет речь. — Нету этого разделения, с которым жило христианство. — Внутри самого ислама. Поэтому, когда мы говорим слово «ислам», мы не должны предполагать, что это обязательно религия. Ислам — это еще и культура, цивилизация, образ жизни, и там есть вещи мирские, и есть вещи религиозные. И они по своим принципам регулирования отношений между людьми, оценок поведения людей, существенно отличаются друг от друга, два эти мира. Это первый момент. Второй очень важный момент заключается в том, что мы до сих пор не понимаем, где заканчивается и начинается правовое поле, где начинается поле нравственное и религиозное. Например, в российском законодательстве практически отсутствует понятие публичной нравственности. Вот когда вы говорите, что вас оскорбляют какие-то там рекламные щиты или там того-то, кого-то оскорбляют какие-то вещи, действия, совершенные вот этими тремя девушками в храме Христа Спасителя. Они будут называть название этой группы, для меня это звучит просто неприлично. Вот, понимаете, и мы тут вертимся и не понимаем в чем, что тут оскорблено и что. Я считаю, что тут речь идет об оскорблении публичной нравственности, которая может оскорбляться и в храмах, это может оскорбляться и чувства и атеистов, как вы правильно отметили. Это может быть, когда люди просто себя неприлично ведут на других объектах, не обязательно. Что касается закона, проекта закона, то к нему очень много вопросов, очень много правовых вопросов. Ну, я думаю, это мы еще обсудим. Напоминаю наш вопрос для слушателей. Угрожает ли Москве наступление ислама? 65, 10, 99 и 6. Вот, правда, с теми оговорками я абсолютно здесь согласен с Ренатом Ириковичем, что ислам это традиционная религия. Но, по крайней мере, те проявления, которые мы видим сейчас, когда, скажем, тот же адвокат Хасава говорит, что нормы шариата должны признаваться всеми, это вот у нас появилось в последние годы. Андрей. Здравствуйте. Да, слушаем вас. Я считаю, что Москве и России угрожает распространение ислама, и к этому есть очевидные совершенно предпосылки. И я хотел бы сказать, что не согласен с позицией автора передачи о том, что ислам это традиционная религия для России. Она действительно традиционная религия для России, и она была, вы совершенно правы, раньше, чем православие. Но надо обязательно понимать, что традиционными отдельные ветви религии могут быть для отдельных каких-то географически обособленных территорий. И когда одна религия переносится каким-то образом, пусть с самыми благими намерениями, на другую территорию, это всегда будет вызывать некие напряженности. И вот об этом нужно говорить. Понятно, понятно. Спасибо, Андрей. Но прежде чем ответят наши гости, давайте еще послушаем. Юрий, слушаем вас. Ну, я считаю, что Москве и России не угрожают исламизация, потому что все, что происходит, очень четко управляет правительством, и правительство нас наслаждает тотальную бездуховность. То, что сейчас произошло, ну, если смотреть за тем, как происходили события, например, с разрешением на строительство мечети, которые, в конце концов, не разрешили, и вообще с развитием мечети и мест, где прихожане ислама могут собираться и заниматься тем, чем они хотят, и вообще вся эта история, правительство наслаждает бездуховность. И, с другой стороны, лидеры ислама и эксперты, в том числе уважаемые, которые сегодня собрали в студии, они идут на поводу этих показных, как бы, религиозных событий, потому что, на самом деле, силу ислама и других религий могла бы быть через толерантность и через уважение к чувствам и к другим религиям и к тем же атеистам, но вместо того, чтобы развивать вот эту сторону взаимодействия и образованность, мы движемся куда-то в Африку. И интересно, что запрещение, запрет вот этого фильма, вот этого ролика, ставит нас на уровень тех стран, где интернета-то нет. И те, кто возмущались там этим фильмом, 99% из них даже не знают, что такое интернета. Понятно. Ну да, да, мы здесь попали в кампанию с Ливией, Пакистаном и так далее. Ни в одной из западных стран этот фильм не был запрещен, как, скажем, не запрещена гитлеровская Майнкампф и так далее. Другие образцы литературы, которые считаются экстремистскими. 65, 10, 99, 6. Угрожает ли Россия, угрожает ли Москве, давайте здесь конкретнее говорить, угрожает ли Москве исламизация? Артем. Ну, исламизация, наверное, не угрожает. Угрожает агрессивные проявления любой религии, да, в том числе ислама, там, те люди, которые проявляют агрессию, терпились к иным взглядам. Да, вот эта вещь достаточно страшная, и мне, честно говоря, не очень понятно, что делать именно с такими агрессивными проявлениями нетерпимости. А в принципе, это, конечно же, более забавная проблема. Нужно изначально определиться с нормами нравственности в нашем обществе и в том, светское все-таки ли мы государство, или религиозное. Если мы принимаем решение, что мы государство светское, то все нормы религиозные, которые противоречат светским законам, соответственно, должны быть, ну, как, неигнорируемы, но стоит преимущество главе актового закона над религиозными нормами. То есть, если какой-то там, какой-то поступок светский оскорбляет религиозные чувства, там, мусульманина, иудея, христианина и так далее, но при этом лежит в нормах действующего законодательства, то, ну, конечно, да, неприятно, но извините, пожалуйста, у нас здесь много конфессиональности и... Понятно, 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 Артем, спасибо. Ну, вот кажется, как раз, да, Артем здесь очень правильную проблему поднимает, но мне-то такое, у меня такое ощущение, что мы движемся от светского государства, когда в деле потом уже, так сказать, вот вы не хотите называть, пусть и рает. Я не хочу и не буду. А когда цитируется, приводится постановление Трульского собора XII века, и, так сказать, появляется понятие юридическая норма кощунства, мы, по-моему, уходим от конституционных принципов светского государства. Вы понимаете, я так думаю, что мы по-настоящему к нему еще и не пришли. Ну да, декларирована Россия как светское государство в конституции, но мы, наверное, не должны быть столь наивными, чтобы полагать, что записать норму в конституции, и уже у нас светское государство. Но Советский Союз все-таки был абсолютно светским государством. Это было другая, он был богоборческим государством, атеистическим богоборческим государством, а не просто светским государством. Понимаете, это немножко другая, другая характеристика государства. Понимаете, если мы сравним себя с практикой, ну, скажем, Западной Европы, предположим, ведь Россия, не будем забывать, член Совета Европы, правильно? Пока, пока, вы знаете, все-все-все по правилам. И она подписала документы и признает юрисдикцию Европейского суда по правам человека. Там во многих решениях сформулированы совершенно конкретные параметры, что такое свобода слова, что такое религиозные ценности и так далее, и так далее. Поэтому, если мы познакомимся с этим, то мы увидим, что мы к этому, конечно, достаточно медленно идем. События последнего времени свидетельствуют о том, и здесь я с вами согласен, что возникает много вопросов. Действительно, насколько вот религиозные правила, нормы проникают в общество. То, что церковь, любая конфессия имеет возможность и право выражать свою точку зрения по любому вопросу, политическому, социальному, общественному, экономическому. Тут вопросов нету, пожалуйста. Выражайте любую точку зрения. Но диктовать? Но между тем, чтобы выразить свою точку зрения и добиваться ее законодательного правового признания, это огромная разница. Одно дело сделать ее обязательным с опорой на государственный механизм, а другое дело выражать свою позицию. У русской православной церкви, у мусульман, иудеев, у протестантов могут быть свои точки зрения, например, по правам человека. Но это не значит, что эта точка зрения обязательно должна быть юридически закреплена и проводиться. Согласен. Уйдем сейчас на небольшой перерыв. Добрый вечер. Это снова мы, программа «Археология». Говорим сегодня об исламе, о том, находится ли под угрозой ислам внутри России, внутри Москвы, или наоборот, он может представлять угрозу неким гражданским или традиционным ценностям нашей общегородской и, в общем-то, общероссийской жизни. Москва мусульманская. Наступление исламского фундаментализма. Мы говорим сегодня с Леонидом Осюкьяйнином из Высшей школы экономики и Ренатом Беккиным из Казанского федерального университета. И, вы знаете, хочу сейчас вопрос поставить на голосование, смс-голосование. Номер 5533. Пришлите нам смс с буквой А, если вы считаете, что Москве угрожает исламизация, и с буквой Б, если вы так не считаете, что то, что происходит, находится, в общем-то, в рамках нормального мультикультурного взаимодействия, такого общегражданского диалога. То есть, а. Москве угрожает исламизация, б. не угрожает. Номер 5533. Запускаем голосование. И телефон наш, студийный 651099,6, код Москвы 495. Звоните нам и скажите, угрожает ли Москве исламизация. Илья, слушаем вас. Добрый вечер. На мой взгляд, религия не может угрожать кому-либо. Человек приходит к Богу, религия... Илья, секундочку, я уточню, не религия, не религия, не ислам, я спрашиваю, вопрос, а исламизация. Ну, понял. Хорошо. Сама по себе исламизация, в принципе, ислам тоже является исходной религией, которая была в России всегда. Вопрос, где грани одной религии пересекаются другой. Если большинство людей, верующих, допустим, воспринимают православие, то должно быть меньшинство, если ислам людей меньше, не должно быть так, чтобы эта религия требовала от себя дополнительных каких-то преференций или еще чего-либо. Понятно. Илья, понятно. Понятно. Вот здесь я категорически не соглашусь с Ильей, вижу, что наши гости не согласят. Дело не в том, меньшинство ты или большинство. Это принципы либерального государства. Даже если есть один человек с какой-то своей особой точкой зрения на личную сферу, то он имеет... Вот это то, что Джон Локк говорил, принципы либерализма. Он имеет точно такое же право на соблюдение своих прав, как все остальные члены этого общества. Это принципы либерализма. Вы знаете, вот я тоже хочу возразить по другому пункту Ильи. Вопрос ведь не в том, что ислам наезжает на какие-то принципы православия. Как раз потому, мне кажется, что вот фундаменталисты-то и тех, и то, и другой конфессии, они в очень многом сходятся. Потому что я помню, когда вот этот Дагир Хасавов, исламский адвокат, выступал за применение норм шариата, то, что мы введем рано или поздно шариат в Москве. Кто его поддержал? Чаплин. Севолод Чаплин. То есть, нету такого жесткого противоречия между исламом и православием. Мне кажется, что линия водораздела проделегает между фундаменталистами и людьми, готовыми принять существование светских норм и светского государства. Да. Ленкин Леонидович. Сергей, вы затронули крайне важную общую проблему, которую нужно иметь в виду, обсуждая любые проблемы ислама, исламизации, несет он угрозу или не несет. Вот, понимаете, если мы посмотрим отношения современной православной мысли, исламской мысли по очень острым проблемам современности, ну, например, возьму две проблемы. Глобализация, процессы глобализации и прав человека, то мы увидим, что ближе всего позиции именно православия и ислама, в отличие от других религиозных традиций. Католики, протестанты, буддисты занимаются другую позицию. Мы хорошо знаем ту спор, который ведется между протестантизмом и православием, по вопросам, например, прав человека, хорошо известно. Ислам и православие стоят здесь на очень близких, если не сказать по большинству вопросов, совпадающих позиций. Это важно. Ну, так скажем, традиционалистских. Вот вся та неоархаика, которая у нас пробудилась в последний год, мне кажется, она в очень большой степени с двух сторон приходит. Она идет от ислама и она идет от православия, поддержанная фундаменталистами в обеих церквях. Вот я хочу здесь Рената спросить. Все-таки здесь нужно разделять. Наверное, я бы не согласился, что вот платформы настолько близки. Наверное, близки платформы, скажем так, условно назовем их церковников, то есть именно профессиональных служителей культа. Они действительно, скажем так, корпоративное братство здесь и корпоративное сотрудничество существует. Но нельзя тоже, опять же, рассматривать мусульман всех как единое дело, даже мусульман России, даже один какой-то мусульманский народ. А что касается многочисленных звонков, действительно, коротко прокомментирую, конечно же, первый слушатель, по-моему, предложил, что нужно мусульман, да, это традиционная религия, нужно как бы их применять, этот термин к определенным территориям. Это тоже неправильно, потому что в наши дни, да и в та же Москва, те же мусульмане живут здесь с 14 века как минимум. Поэтому, в принципе, тоже это довольно спорная точка зрения. Что касается, опять же, светскости, то мусульмане как раз, наверное, наиболее последовательно выступают за светский характер государства, потому что это в их интересах. Потому что мы видим, что православная церковь гораздо, она активно вмешивается в общественную жизнь. И для мусульман именно вот светский характер государства, это в их интересах, потому что тогда, по крайней мере, будет существовать вот именно то равенство, независимо от количества. Потому что вспомним, что перепись последняя и предыдущая, она не учитывала конфессиональную принадлежность. Это тоже неспроста, потому что наверняка данные показали бы гораздо меньшие цифры, чем заявляют представители разных конфессий, не только РПЦ, но и мусульмане. Ну да, да, согласен. То есть у нас мусульман называются вот цифры у самого максимального, я слышал, там 36 миллионов человек, минимальная где-то 9. То есть тоже никто не знает, сколько и мусульман это ждет. Да, согласен. СМС на номер 5533. Пришлите нам с буквой А, если вы считаете, что Москве угрожает исламизация, и Б, если не угрожает. 5533. А угрожает, Б не угрожает. Иван, слушаем вас. Алло, здравствуйте. Добрый вечер. Вы знаете, я считаю, что угрожает, вот, и, но, понимаете, я бы, например, хороша, как бы, поскольку я хорошо отношусь к исламу, я бы этого абсолютно не боялся, если бы какая-то существовала определенность внутри самих мусульман. Как бы, потому что вот эти многочисленные межмусульманские стычки, они, ну, как-то нивелируют вот слова вашего замечательного гостя, да, как бы, ну... Ну, понятно, нету-нету-нету единства внутри, внутри, что вы сломаете. Я, например, общался с Суфиями, и они прекрасное впечатление производства, они похожи на наших старцев. Но вот эти просто массы, я просто, и не случайно, я думаю, вот именно их убивают, исландские фундаменталисты. Да, 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 Иван, очень-очень интересная мысль, действительно, что, как бы, всюду идет наступление радикализма, надо больше говорить о наступлении радикализма и отсечении наиболее трезвых элементов. Напоминаю, что у нас идет СМС-голосование 5533 с буквой А, если вы считаете, что Москве угрожает исламизация, с буквой Б, если не угрожает. Дмитрий. Алло, здравствуйте. Добрый вечер. Я вот абсолютно согласен с гостями в студии, и считаю, что по вопросу ассимиляции мысльма, потому что нельзя привязывать к конкретному месту, да, к конкретной области, и считаю, что исламизация не угрожает, и предлагаю чуть более глобально посмотреть на этот процесс, и если мы говорим о том, что, да, в природе существуют определенные законы, таким же законам подчиняется и человеческое общество. Если мы вспомним период колонизации, когда везде распространялся христианский мир, со стороны тех стран, где распространялось христианство, в Азии могло быть воспринято как христианизация, и во многом насильная. И теперь просто естественный процесс, когда другая религия отвоевывает свое пространство, когда другой мир отвоевывает свое пространство, которое изначально было интеллировано со стороны христиан. То есть сейчас вы имеете в виду, что наступила некая эра ислама, была эпоха пассионарности христианства, христианство вступило в фазу заката, и сейчас идет эпоха пассионарности ислама. Да, это если оперируют понятия концепта пассионарности. И один короткий комментарий в отношении запрета фильмов просто, я считаю, что, опять же, гости в студии правильно сказали, что исламу гораздо выгоднее, оно больше стремится к сверхному государству, потому что все нормы, которые предлагается вводить, они вводятся не через государственный механизм, в отличие от того, как пытается сделать профессиональная церковь, они касаются норм на уровне гражданского общества. Когда это будет регулироваться внутри исламской общины, а не при помощи органов государственной власти. И в этом отношении запрет этого фильма выглядит как мелкое политическое решение, не желание просто воспалять обстановку, видимо, с проблемными исламскими регионами, просто ввиду проблем на Кавказе. Да, да. Леонид Рудольфович. Я, например, считаю, что с точки зрения европейских стандартов и стандартов, которых придерживается Европейский суд по правам человека, можно высказать немало упреков и в адрес Уголовного кодекса Российской Федерации, статьи 282. Поэтому я оценивал с точки зрения российского законодательства. Почему это не запрещено на Западе, этот фильм и так далее? Потому что там действуют другие правила, другое законодательство. Второй момент общего свойства. Мне кажется, что рассуждая по вопросу ислама, нужно помнить одно очень важное обстоятельство. Основной фронт противостояния проходит не между исламом и, скажем, немусульманскими какими-то идейными течениями политическими, а между радикалами и умеренными со всех сторон. Да. Вот добавлю не только как о фанатичной вере. Мне кажется, что вот эти вот, если взять дело песни в Храме Христа Спасителя и дело о вот этом вот фильме, они фактически говорят, что это слабая вера. Я не понимаю, что это за вера, которую может подорвать песенка, 40-секундная песенка в храме. Что это за вера, которой может угрожать вот этот вот 15-минутный ролик. То есть мне кажется, что здесь эти люди фактически подкладывают бомбу под само знание, под само здание вот такой вот веры. Ренат, как вы считаете? Да, согласен, потому что, собственно говоря, как раз и российская ум, она и проявила вот эту мудрость и, ну, никак не отреагировала, по большому счету, если брать, по крайней мере, по Волжье, не Кавказ, то действительно реакция была умеренная, сдержанная. Да, большинство не смотрело этот фильм, поэтому, ну, это, наверное, можно считать проявлением силы, силы духа. Естественно. Так же, как я считаю, многие сильные православные священники, многие православные люди, ну, так сказать, пожали плечами, увидев выступление в храме Христа Спасителя. Собственно, по-моему, реакция нормального человека будет пожать плечами. Если твоя вера сильна, если ты имеешь, если ты воцерковлен, то, собственно, мало ли какие вообще оскорбления и богохульства. Но нет, надо сказать, что мы не стерпим, мы не подставим вторую щеку. И вот понимаете, что добро должно быть с кулаками. Вы знаете, да, можно, Сергей, я вот маленький тоже пример приведу. Вот я в свое время, где-то несколько лет назад, мой знакомый имам, там, ну, националисты, они разбили окна мечети. И я помню, я удивился, он взял их и простил. То есть вот похожая была ситуация, они осквернили фактически мечеть. И вот он был молодой имам, он, более того, он ходатайствовал, чтобы их освободили. Вот. И вот я всегда вот привожу это в качестве примера, как раз вот такой взвешенной позиции. Это было несколько лет назад. И вот этот молодой имам, фактически потом, правда, все равно эти ребята, которые там осквернили мечеть, они сели там за кражу или за что-то. Но, тем не менее, скажем так, вот он как религиозный человек, как верующий, он сказал, что я не могу их осуждать, я не могу быть судьей. И, в общем, собственно говоря, добился того, чтобы с них сняли все объединения. Интересный, очень интересный случай. В Ярославле. В Ярославле. Я хочу огласить результат нашего СМС-голосования. 85% считают, что исламизация угрожает Москве. 15% считают, что не угрожает. Ну, вот достаточно красноречивые результаты. Я думаю, что это все обсуждается. Это, собственно, вопросы мечетей, которые, что в текстильщиках, что, по-моему, в Марьино, нет, не в Марьино, а где-то в Отрадном, да? Или нет, подождите, в Отрадном есть. В Отрадном она уже существует довольно давно. Вторая была, кроме текстильщиков, в каком-то другом московском районе, то, что жильцы, местные жители остановили строительство мечети. Что касается вот такого массового празднования Курбан-Байрама и то, что забой животных был, забой баранов на улицах. То есть это постоянно проявляется, постоянно вылезает на улицах. Но это же не совсем исламизация. Вот, видимо, радиослушатели не до конца поняли, что такое исламизация. Потому что, как я понимаю, исламизацию — это обращение насильственное в ислам. То есть, скажем так, когда режут баранов, это строят мечеть, это все равно... Ну, то есть вот те вот радикалы, которые там публично выступают и так далее, они же ведь не стремятся обратить, скажем так, жителей Москвы в ислам. То есть вот я понимаю исламизацию именно так. Поэтому в этом смысле я считаю, что не угрожает. Другое дело, что угрожает ли, скажем так, активное позиционирование ислама в публичном пространстве? Вот может ли это пройти какие-то конфликты? Да, наверное, здесь я бы сам согласился. Но исламизация, как вот именно принудительное обращение в ислам, такого нет, хотя, опять же, есть феномен русских мусульман. Я думаю, да, Ренат, об этом, Адам, и речь не идет. Речь идет, скорее, об угрозе русской идентичности или о том, что воспринимается как традиционно идентично. Сергей и Ренат, я согласен с Ренатом, что вот так можно торговать речь. Но, понимаете, тут символическая и символическая вещь. То есть 85 респондентов при слове «ислам» и «мусульманин» почувствовали, что речь идет о каких-то вещах, которые ему угрожают, которые несет что-то негативное, какую-то угрозу. Понимаете, тут даже не ведь люди не размышляют по поводу том, что такое исламизация. Я, например, тоже могу по-разному трактовать этот термин в том духе, как это сделал Ренат, можно и по-другому. Но что возникает в головах людей, когда говорят «ислам» или «мусульманин»? Мы не должны прямо смотреть правде в глаза и сказать, что в России и в Москве при упоминании этих терминах возникает очень часто чувство угрозы, беспокойства. Это факт. Поэтому сейчас важно не вновь подтвердить этот факт, а, может быть, когда-то посвятить наш разговор, если будет это радиослушатели поддерживать, проблемам, как преодолевать эту ситуацию. Мы правы, да. В чем причины такой ситуации? Мекая позитивная повестка дня. Я согласен. К сожалению, мы не успеваем все эти вещи обсудить. У нас всего лишь пространство одного эфира, и мы не можем принять то большое множество звонков, которые нам поступают. Но, тем не менее, в заключение нашей передачи хочу сказать, что две вещи я для себя вынес из этой передачи. Два заключения. Первое, что действительно, вот как и Ренат говорил, две наши крупнейшие религии, христианство и ислам, в двух знаковых делах последних дней, Пусирает и фильм «Невинность мусульман», выступили фактически с позиции слабости. Вместо того, чтобы проявить силу, силу некого такого небрежения к такого рода оскорблениям, они, собственно, поддались на вот эти вот провокации и добились запрета и наказания. Не все. Не все, не все, но, по крайней мере, официально. Российские мусульмане как раз не поддались. Да. И второе, то, что я для себя извлекаю, это то, что вот сказал Леонид Рудольфович, что реальный ты водораздел не между православными и мусульманами, не между религиозными и светскими людьми, а между фундаменталистами и всеми остальными. И проблема фундаменталистами как православными, так и мусульманскими. И проблема наших дней в том, что фундаменталисты, к сожалению, захватывают основные кафедры, основные трибуны общественного мнения. И голос более громок и лучше слышен. И как-то очень сильно он совпадает с тем общественным настроением, которое у нас воцарилось в последние годы, которое с каждым месяцем нарастает. Так что пусть наша передача и пусть голос наших гостей будет неким предупреждением. Благодарю вас за участие в этой передаче за пультом Анна Соколова, продюсер программы «Дина Трубовская». Я ваш верный археолог Сергей Медведев. Доброй ночи и удачи!